приветствуем наших подписчиков и гостей канала эзотерика для тебя друзья мы вас всех приветствуем в изобилии и недостатки сегодня мы с вами друзья уделим внимание нашему дому как сделать так чтобы в нем с действительно было изобилие достаток и благополучия и какие же знаки нужно нарисовать в нашем доме а также за пределами дома для того чтобы с одной стороны это была защита оберег а с другой стороны вашем доме всегда было изобилие и достаток обязательно досмотрите это видео до конца а также поделитесь этим видео с теми кому вы желаете мира любви и гармонии вы знаете очень часто бывает такое что даже человек находясь в своих стенах чувствовать себя незащищенным вы знаете не всякое жилье может похвастаться истинным благополучием для того чтобы сделать дом своей действительно крепостью куда вы будете приходить вы будете отдыхать заряжаться где вы будете брать новые идеи вы можете использовать определенные знаки но самое главное не просто нарисовать эти знаки а знать как их подобрать и каких активировать давайте начнем с круга знаете круг это самый мощный защитный символ его можно нарисовать на пороге или просто где-то в квартире это единство круг благополучия и вся сила магии заключена именно в нем если вы решили использовать такой знак как треугольник то должны знать что это символ семьи например мать отец и ребенок или символ единство пространство настоящее прошлое и будущее одним словом охранная сила треугольника очень достаточно велика если вы хотите что в вашем доме всегда был достаток то ваш знак четырехугольник квадрат это сочетание силы всех четырех стихий воды воздуха земли и огня и самый распространенный символ который используется для защиты нашего дома угадайте какой друзья это крест пожалуй каждый второй применяет его в своей жизни и это правильно поскольку сильнее его невозможно ничего найти если мы говорим о пентаграмме то пентаграмма символизирует человеческое тело и многие боятся использовать этот знак но это но это напрасно друзья почему потому что если вы правильно нарисуете рисовать его нужно главным острием вверх то тогда пентаграмма будет служить только добру а если вы хотите что в вашем доме всегда было то что есть сейчас значит ваш знак это символ бесконечности а восьмерка друзья только лежащие на боку многие из нас любят рисовать звезды но даже наверное не знает о том что это символ плодородия достатка стабильности и самореализации и возможно вы обращали внимание как маленькие детки рисуют звезды при этом они даже не знают о том что этот символ обозначает поэтому если ваши детки рисуют то обязательно такие звездочки поставьте в рамку и пусть они будут в вашем доме если вы хотите долго жить то знаете что ваш знак дерево дерево это символ силы здоровья и физического благополучия если вы хотите знать все всегда и обо всем значит ваш знак волна или такая вот волнистая линия если я расположить вертикально значит вы будете постоянно двигаться вверх и наконец друзья спираль 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 символизирует мудрость и движение вперед если ваши планы входит общение с духами то этот знак подойдет вам как нельзя лучше как правильно рисовать такие знаки изображать знаки лучше в тихо вечерней обстановке так чтобы никто не видел ваше творчество и лучше никому не рассказывать о существовании тех знаков которые вы рисуете своем доме или внутри или внешне но а сохранить дом от воров и любителей легкой наживы если вы нарисуете символ на наружной вход на наружной стороне входной двери крест послужит сильной защиты а квадрат замкнутым пространством от вражды любого проникновения извне и при помощи такого знака дом будет закрыт от всего плохого надежная защита будет для того если вы будете использовать солнце с языками пламени на концах и в таком случае ваш дом нет не будут проникать злые люди такой рисунок как солнце с языками пламени на концах нужно сделать на пороге входной двери со стороны квартиры и все кто захочет прийти к вам с какими-то дурными мыслями намерениями быстро повернут назад как только подойдут к вашей двери также вы можете нарисовать на небольшом листке дерево и положить в гостиной подальше от людских взглядов можете раскрасить изображение цветными карандашами или в оттенить только его его крону зеленым цветом и пятиконечная звезда в круге друзья она привлечет вам успех и поможет продвижению в бизнесе вы можете начертить пятиконечную звезду в кругу в круге на обоях за шкафом или телевизором уголок потолка идеальное место для размещения этого символа рисунок может быть маленький и еле заметный но помните именно пятиконечная звезда в круге будет помогать решать вам определенные жизненные задачи далее друзья треугольник со звездой на вершине подобный символ подарит вам здоровье и счастье деткам это тайный знак лучше всего нарисовать на листке бумаги и положить именно в детской комнате далее друзья у нас перевернутая восьмеркой или знак бесконечности вы знаете этот символ виде перевернутой восьмерки послужит семейному благополучию но его нужно начертим начертить простым карандашом на обратной стороне кухонного стола обратите на это внимание и пожалуйста вот те те знаки которых мы сейчас вам озвучили круг прямоугольник квадрат не нужно рисовать все знаки сразу потому что энергетика каждого знака будет ослаблять действия своего предшественника поэтому выберите то желание или намерение который на данный момент является для вас для вашей семьи самым главным и чуть позже вы можете изменить знаки и нарисовать те которые стали более важнее в тот или иной момент как активировать эти знаки достаточно просто если материал не сгораемый например металл то лучше поддержать его немного в огне но если это бумага то как вариант вы можете окурить ее благовониям которое вам нравится или просто подержите на ветру вот друзьям вот такие знаки которые вы можете использовать в своей жизни у себя в доме для защиты для помощи своему дому и своей семье обязательно поделитесь друзья этим видео с теми кто действительно нуждается в этой информации кому нужна эта помощь с вами как стабл канал эзотерика для тебя друзья обязательно подписывайтесь на наш канал ставьте лайк этому видео смотрите другие видео на канале но мы с вами прощаемся и услышимся уже с вами в следующем видео